Праздничные выходные начались, увы, смертельно и закончились не для всех хорошо. В соцсетях появилась информация о выпавшей из дома девушке по адресу Шумакова, 11. По словам людей, она поднялась на один из верхних этажей и спрыгнула вниз. Краевой следком уточняет обстоятельства произошедшего. А на Бурнаульском ЖД вокзале 28 апреля мужчина сбросил со второго этажа свою малолетнюю дочь. Девочка упала на бетонный пол. По словам очевидцев, мать девочки побежала к ребенку, а отец попытался скрыться, выбежав на перрон. Как итог, убегая от погони росгвардейцев, сам попал под поезд. Сейчас девочка в удовлетворительном состоянии в отделении сочетанной травмы в БСМП. Глава семейства там же, но в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По факту покушения на убийство малолетнего возбудили уголовное дело. Транспортные происшествия за этот период унесли не одну жизнь. Так, в Каменском районе мужчина не справился с управлением, ушел в кювет, а прокинулся и наехал на рекламный щит. Смерть наступила до приезда скорой. В Калманском районе два человека, водитель и пассажир, тоже погибли на месте ДТП. Установили, что женщина за рулем Мазды не справилась с управлением и, выехав на встречку, допустила столкновение с автомобилем Kia Sorento под управлением 65-летнего мужчины. Мужчину госпитализировали. Это еще одно видео из соцсетей. Исход этого инцидента тоже мог быть летальным. По сообщению автора, на трассе Камин-на-Абиха-Бары девушка выехала на обгон и чуть не протаранила встречный автомобиль. А в Барнауле на пересечении улиц Солнечная поляна и Антона Петрова на большой скорости сбили пешехода. По словам людей, женщина находится в больнице с серьезными травмами ноги. На Павловском тракте обошлось без жертв. Автомобиль въехал в крыльцо здания. А водителю этого авто на капот положили отрубленные свиные головы. Весна делает свое дело. В селе Табуны мужчина с ножом напал на сельчанку. По словам жителей, мужчина ходил по селу и заходил к нескольким женщинам. Также он якобы лечился у врача из-за психических отклонений. Ну и напоследок добавим, хоть и люди чувствуют весну, она упорно не хочет приходить. Юлия Щепина, день с толком.